Турнир по дзюдо памяти Мартироса Нагуляна начинается с торжественного построения. На ковер выходят лучшие спортсмены со всего юга страны. Участников приветствуют почетные гости, в их числе родственники Героя Советского Союза и ветераны Великой Отечественной. Войны, которая унесла жизнь сочинца Мартироса Нагуляна за месяц до Дня Победы. В памяти героя, который совершил 133 боевых вылета, участники турнира возложили цветы. Через эти спортивные мероприятия мы хотим донести нашим ребятам о том, что была у нас Великая Отечественная война. Это наша история. Люди сражались, погибали за то, чтобы сегодня мы здесь могли заниматься спортом, могли свободно жить. Продолжился турнир показательными выступлениями сочинской школы дзюдо. Кстати, хозяева турнира, как всегда, в числе лидеров. Турнир памяти Мартироса Нагуляна проводится уже 27 лет подряд. Ежегодно он собирает все больше участников. На этот раз на ковер вышли более 300 дзюдоистов со всей Кубани, Ростовской области, Ставропольского края, Абхазии и даже Узбекистана. Выступить на этих соревнованиях многие спортсмены считают за честь. В том числе и потому, что турнир проводится на базе отеля «Весна». Со стен этого шикарного спортивного сооружения вышло три олимпийских чемпиона. Я надеюсь, что 27-й открытый чемпионат Мартироса Нагуляна станет очередной ступенькой в жизни наших молодых спортсменов. Конкуренция на турнире, как всегда, высока. Дзюдоисты показывают хорошую техническую подготовку. Ведь накануне только медали турнира, но и путевки на участие в других крупных соревнованиях. Мы здесь просматриваем наших спортсменов, кого мы повезем на первенство края, на юг России и на чемпионат и первенство России. Конечно, мы просматриваем, смотрим, какие ребята, на что они способны. Всего на турнире за два дня дзюдоисты разыграли 40 комплектов медалей. Победителей выявили в двух возрастных категориях. Кстати, по итогам соревнований сочинские спортсмены показали отличный результат. Взяли пять медалей высшей пробы. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.